Так, ну что, коллеги, мы продолжаем. Надеюсь, все успели пообедать. Юра Тушинский, технический директор, композитный сайт. Без всякого маркетингового разговора, о том, как это все устроено внутри, какие есть плюсы, минусы, и как вообще будет дальше. Всем привет! Сейчас начинается такая небольшая секция хардкорных докладов, где будет мало картинок, много буков. Мало кто помнит, но я на прошлой зимней конференции рассказывал композитный сайт, но это был секретный доклад, поэтому все забыли его наверняка. В этот раз я вам дали очки. Поэтому я повторю. Что такое композитный сайт? Для чего он? Главная цель композитного сайта максимально быстро отдавать контент, мгновенно, насколько это возможно, быстро отдавать контент, при этом не теряя всех бонусов, всех возможностей обычных динамических сайтов. Какая работа предстоит каждому разработчику, решившему начать перестраивать или делать свой сайт, используя эту технологию? Для начала посмотрим на любую страничку сайта. По сути, можно ее разделить на маленькие кусочки, на блоки. Блоки, которые мы говорим, что они статичные, и блоки, которые мы говорим, что они изменяются. Изменяться они могут по разным причинам. Это могут быть какие-то персональные данные, зависящие от текущего пользователя, от его текущей сессии. Это могут быть какие-то рандомные данные. И остальная информация, мы говорим, что она статическая, то есть она не меняется довольно длительный период времени для всех посетителей сайта. В данном случае типичная ошибка говорит, что новости на сайте, новостная лента – это динамическая область. Нет, с точки зрения жизни сайта, новости добавляются достаточно редко. Поэтому это статическая информация. А вот информация, которая говорит о том, сколько товаров в вашей корзине, или под кем вы сейчас авторизованы, она является динамической. Динамическая информация, по сути, та, которая возвращается на динамическом хите, статическая информация – это та, которая сохраняется в кэше и отдается потом максимально быстро при запросе страницы. У меня более красивая картинка, чем у Вадима, упрощенная. Но смысл такой, что можно разделить все хиты условно на первый хит и на все последующие. Первый хит происходит, когда в кэше нет никаких сохраненных данных. В это время мы обычным запросом, как сейчас, исполняем страницу, отдаем ее пользователю, но в момент, перед тем, как мы ее отдадим, мы забираем контент, находим в нем эти динамические блоки, мы их там вырезаем, либо вставляем заглушку на их месте, добавляем туда, подмешиваем необходимый нам джаваскрипт и сохраняем спокойненько в кэше ее. Когда идут последующие хиты, и эта страничка есть в кэше, мы максимально быстро ее отдаем, и браузер начинает делать свою работу. Он начинает загружать ресурсы, начинает делать динамический хит, динамический асинхронный АЯК-запрос, который приводит к тому, что мы опять запускаем на сервере, в этот раз уже реально запускаем PHP-страницу, которая выполняется полностью отверха до низа, выполняет все компоненты, выполняет все скрипты, которые на ней находятся. И в итоге, в конце, когда мы должны отдать эту страницу пользователю, мы, по сути, выделяем, вычленяем из нее только динамические блоки, отдаем их в браузер, там специально обученные джаваскрипты вставляют их в нужные места, и проверяем. На самом деле, вот та статическая область, которая осталась у нас после обработки динамики, соответствует той же, что мы до этого отдавали ему из кэша. Если это две разные страницы, мы, соответственно, обновляем статику в кэше. Если одинаковая, значит, хорошо, у нас страница статика не изменяется. С чего начать? Ну, начать надо с того, что зайти в контрольную панель, зайти в настройки композитного сайта и настроить его. Настроек не очень много, но они все важны. Обязательно надо настроить, где мы хотим хранить кэш. В недавней версии появилась возможность охранять кэш в memcache. Либо это файлы классические. В дальнейшем, когда будет работать сайт и будут идти вот хиты, которые второе и последующее, они могут быть отданы либо через Nginx, если он настроен, так Nginx умеет отдавать из memcache, либо он будет возвращаться средствами PHP. То есть, если не настроен Nginx, ничего страшного, отдаст продукт с PHP. Это может быть не настолько быстро, но все равно это мгновенно, можно сказать, спокойно. Помимо настройки, где хранить кэш, необходимо указать, какие домены обрабатываются композитным сайтом. То есть, это обязательно правило, если все доменные имена должны быть перечислены там. Также необходимо указать маски, включение-исключение, и галочку, которая, по сути, говорит нам, мы все страницы сохраняем в кэше, либо только те, которые ЧПУ, чтобы не перегружать размерами. То есть, если у нас сайт правильно построен на ЧПУ, то мы, значит, говорим, что не надо, если приходят с параметрами ссылки, мы не сохраняем их, мы сохраняем только, которые приходят с нормальным ЧПУ. Тем самым мы контролируем размер кэша. Еще немаловажно настроить группы. Те группы, которые мы считаем анонимны, потому что на сайте есть автоматические группы, и контент для пользователей, что анонимных, что пользователей, авторизованным и принадлежащим этим группам, он, по сути, не изменяется. То есть, он точно такой же. Мы, значит, должны их выделить, тем самым, как бы расширив круг тех посетителей, которые получат быстрые сайты. Вот как бы все настроили мы, нажимаем включить. Ну и все понимают, что дальше должно произойти. Мы переходим на вкладку сайт, ищем что? Ищем, где же он стал быстрее или не быстрее. Все понимают, что сразу он не включится. Не включится. А не включится он почему? Потому что есть очень много факторов, которые влияют на то, будет он работать или не будет. композитный режим, то есть, вы получите быструю страницу только тогда, если это у вас обычный гет-запрос. Если это идет постформы, никакого композита не будет, все будет как сейчас, то есть, без композита работать. Это не должно быть секьюрно, это ТПС. С версии 14.5.2 клиент не должен пользоваться интернет-эксплорером. Ну хватит, хватит уже троллить. Только до 9-го века. Старым интернет-эксплорером. Старым интернет-эксплорером. Объясню почему. Потому что у нас в продукте обрабатываются особенности интернет-эксплореров, которые имеют ограничения по подключению стилей, количества и всего остального. Поэтому те пользователи, которые до этого обновления приходили старым интернет-эксплорером, они по сути сбрасывали кэш людей, которые ходят нормальными браузерами. Поэтому мы решили их исключить немножко. Запросы, все, которые идут в папку Bittrex, тоже без композита. Запросы, которые идут Аяксом через нашу библиотеку, тоже без композита. Если в куках есть кук-нцц, а мы его устанавливаем автоматически при авторизации, например, если авторизованный пользователь не входит в те группы, которые мы указали, то, соответственно, вы тоже не увидите композит. То есть вы можете там быть авторизованным, рефрешить страничку, но ничего не изменится. Ну, соответственно, должен пройти те настройки, которые были до этого. Ну, это, кстати, важно отметить, что покупатели интернет-магазина нужно выбрать эту группу, чтобы для них, когда они возвращаются, у них же будет запомнена авторизация, да, важно, чтобы они вернулись и увидели быстрый магазин. А их форма авторизации правильно показалась. Поэтому не забывайте правильно группы выбирать. Это важно. Дальше. Что еще может помешать нашему счастью используя применение композита? Это компоненты. Компоненты и шаблоны, то, что есть на сайте. Мы не можем взять и сказать, что все компоненты, они хорошо работают в композите, потому что многие из них, например, такие, как Корзина, они, ну, по своему определению, они персональные, они уникальные и не могут быть закэшированы. Поэтому, когда мы разрабатывали эту технологию, мы приняли, конечно, во внимание, что мы не можем сказать, что по умолчанию все согласны. Поэтому мы по умолчанию сделали, что все не согласны. И теперь, чтобы, как сказать, их успокоить, не согласных, мы должны шаблонный компонент в шаблонах указать, что этот шаблон, он поддерживает композитный режим. Как это сделать? Теперь мы можем начинать процесс внедрения. Мы настроили, мы видим, мы прочитали, мы знаем, когда он не применяется. Мы убрали все эти внешние факторы, которые там с куками, всем остальным. Композит не работает, надо отлаживать. Отладка сейчас заключается в следующем. Мы определяем константу дебага, определяем путь к логу и начинаем активно пользоваться страничками. Ну, например, типично, мы заходим на главную страничку и ее обновляем. У нас в папочке HTML pages начинают, а, пока вообще ничего не начинают, там ничего не будет. У нас все компоненты голосуют против. Почему против? Мы должны зайти в наш лог и начать анализировать, что же там такое случилось. Вот пример, реальный пример, когда мы разрабатывали наш сайт. 2 апреля даже дата осталась. Смотрим. Компонент меню голосует против. Пойдем смотреть на шаблон компонента меню. Смотрим. Он, в принципе, не содержит в себе ничего такого, чтобы могло измениться с течением сессии, времени и всего остального. То есть HTML, выдаваемый этим шаблоном, он, по сути, одинаковый для всех. То есть мы говорим, что с ним ничего не надо делать, нам нужно просто сказать, что он голосует за. Сказать голосует за, это значит ставить всего лишь вызов такого метода, set frame mode с параметром true. Что делать, если мы зашли и смотрим, что голосует против компонент, который выводит строчку авторизации. Да, мы знаем, что авторизация, это вещь уникальная для каждого пользователя, то есть HTML для каждого авторизованного пользователя отличается. Но мы хотим, чтобы наш композит работал с авторизованными пользователями. Для этого нам надо область, которая выводит, например, фамилию и имя человека, сделать ее динамической. Чтобы сделать ее динамической, мы должны вызвать метод компонента create frame и, собственно говоря, пометить, где она начинается методом begin и пометить, где она заканчивается методом end. Есть возможность сказать, что именно будет сохранено в файл кэша, то есть что увидит первоначально при загрузке этой страницы пользователей до того, как к нему придет этот асинхронный запрос динамическими областями. То есть вот это называется статическая часть в данном случае и вот заглушка begin-stab. метод begin, что бывает часто, ну как ошибаются или недопонимают, он бывает, можно сказать, в трех состояниях, то есть на одном параметре. Можно указать, что параметр пусто, то есть параметр, он означает заглушку. Что такое заглушка? Если это строка, то значит мы запомним в файле кэша, а впоследствии человек увидит это в первую очередь, он покажет эту строчку. Если эта строчка пустая, значит пусто там будет на этом месте. Если там будет слово загрузка, то он увидит загрузку, а потом, когда придет динамическая область, он увидит уже, что на это место подставляется. Ну и собственно, один из частых примеров этого, когда пустая заглушка, это значит, что все, что внутри нее, оно по сути будет. То есть то, что вот на этом хите произошло, то по сути запомнится в кэше. Усложняем. Иногда бывает, что сайт, иногда бывает, часто бывает, что сайт имеет специфическую верстку, которая использует таблицы стилей и все остальное. Все динамические, ну по умолчанию, все динамические блоки после обработки с композитом вставляются, то есть там мы вставляем дивы туда. И как бы мы не старались сломать что-то, не сломать вернее что-то. Все равно бывает, что стили пропадают там из-за каскадных операций. Вы можете это контролировать. То есть вы можете сделать свой контейнер, контейнер, куда будет вставляться этот контент и указать ID-шник, домовский ID-шник этого контейнера в метод create frame. Тогда после, тогда мы не будем вставлять свой контейнер, а мы вставим динамический пришедший этот контент, вставим в ваш контейнер. Также есть такие полезности, как анимация, когда пришедший динамический блок будет там вставлен грубо, красиво появится. Если требуются какие-то операции на джаваскрипте, которые должны сразу появиться после того, как будет сформирован дом, все остальное, мы должны метод обработчик bxready вставить внутрь динамической области, а не где-то выше или ниже, потому что bxready будет сработан при загрузке файла из кэша, а тот, что внутри блока динамики будет обработан когда динамика будет вставлена в этот контейнер. Есть возможность делать динамические блоки не только через компоненты. В компонентах мы это упростили максимально. То есть вы используете this create frame, begin и все остальное. Есть возможность использовать ее в любых других. Можно сразу в телестранице, можно в шаблонах сайта, где угодно, то есть не в контексте компонента. Для этого есть вот такие два варианта. Один из них как говорится красивый, другой везде работает. Итого, какой мы получаем процесс или алгоритм интеграции? Все включили, настроили, проверили у себя, что там вы не авторизованы, что вы подходите под все параметры и все остальное. Включаете отладку, запускаете на исполнение страницу, посмотрите, есть ли голосующие против. Если есть, последовательно идете, выключаете шаблоны, говорите, что они либо голосуют за, либо говорите, что они динамики или выделяете динамические блоки в них. Потом, значит, все у нас случилось, чудо, у нас страничка выполнилась композитив, все проголосовали, да, все условия выполнены, у нас появился файлик, файлик папочки Bittrex.html.page с названием доменного имени. Но мы делаем еще раз рефреш, создается еще один файлик с названием точкой делите и таймстэмпом. Делаем еще рефреш, еще файлик. Получается, что на каждый у нас, на каждый хит мы генерим новый кэш. То есть, это, понятное дело, это неправильная работа, надо это дело исследовать. Исследуем мы как? Мы берем два соседних файлика, запускаем сравниватель и в HTML уже ковыряемся, смотрим, на самом деле, чем же отличается HTML, где мы ошиблись, где мы не выделили динамику или где мы что-то не так сделали. А не так мы могли сделать вот что. Мы могли, помимо того, что неправильно выделить динамику, недовыделить ее, скажем так, если мы сделали, что параметр авторизации, тот шаблон авторизации, мы не выделили область, а сказали, что он голосует да, то это мы, по сути, ошиблись. Мы будем перезаписывать кэш, каждый следующий пользователь будет перезаписывать кэш предыдущего. Но также мы могли использовать в контенте, в HTML или в своих шаблонах или компонентах идентификаторы сессии, могли использовать текущий путь, подставляя его, могли использовать рандомные строчки. Ну то есть это все надо решать. То есть рандомные строчки решаются методом ренд-стринг из того же самого компонента, которые на самом деле становятся псевдорандомными, они будут всегда одинаковые. Типичный пример использования рандомных строчек это когда надо привязаться к одному и тому же айдишнику в HTML. В общем мы смотрим удаляем эти все нюансы, делаем так, чтобы HTML всегда было одинаковым. Что еще мы можем сделать? Мы можем динамическую область запомнить ее в локальный браузер. Например, если мы говорим про ту же самую строку корзины, мы можем записать файл кэша с просто строчку корзина, для пользователя мы можем записать в его браузер вариант, который динамически вычисляется на сервере. Примерно получится, что если посетитель ходит по сайту, забросил что-то в корзину, он обновляет страничку, загружается страничка из кэша. В страничке кэша в этой области написана просто корзина. Дальше пока идет фоновый хит, мы в это время уже залезли в локальную базу в браузер, выбрали то, что у него сейчас корзина например 0 или 1 находится. После этого возвращается этот наш фоновый хит, если там на самом деле уже корзина 3, то он соответственно заменит блок на корзина 3 и этот HTML корзина 3 соответственно обновит локальной базе данных для последующих хитов. вот это то есть этот вариант работает, если сделать метод set browser storage вызвать метод. Ну это вообще-то изыски, я не уверен даже, что это использует кто-то, но на всякий случай, если кто-то использует вот эти вот джаваскрипте вот эти вот переменные, ну скажем так, которые мы автоматически вставляем в код, то в случае, если страничка работает в композите, они вырезаются, то есть, понятное дело, они не будут уникальны, они будут уникальны, они не будут одинаковы для всех, но чтобы поддержать совместимость, у нас там есть тоже такие обходные пути, мы при первом вызове, например, bx message user id смотрим, если у нас нету этой информации еще, она не пришла с динамическим хитом, то мы ждем, пока придет динамический хит, и только тогда, когда он, то есть, в это время блокируется выполнение всего страниц, она как бы замирает, и потом, после того, как оно придет, этот метод вернет user id или ssid, ну и все заработает, то есть, это будет неудобство, но оно будет неудобство только на первый хит, потому что потом мы запишем эти все параметры в базу данных локальную браузера и, по сути, то есть, оно уйдет, но есть такой общий нюанс, если кто-то использует, то это надо смотреть осторожно. Итого, все у нас получилось, у нас все работает, файлики delete, они создаются, логи чистенькие, те страницы, которые должны быть в композите, а не в композите, что мы получаем от этого? Мы получаем, что для кэша начинает работать заголовок class modified, то есть, мы еще больше ускоряем страницу, мы даже не перестаем передавать контент ее, мы работаем на заголовках браузера, но есть тут нюанс, пока связка NGINX и MMCash, они между собой не дружат, скажем так, в плане 304-го ответа, и будет всегда выдаваться контент и 200-ый, мы недавно обнаружили, нюанс такой. Что дальше происходит? Все хорошо у нас, вообще все отлично, мы довольны, начинаем измерять, насколько же все-таки стало все быстрее. И тут возникают другие нюансы. Вот вы посмотрели, что у вас все делается за 0,0003 секунды, вы гружаете это все на свой хостинг, рефрешите, а там у вас получается опять 0,3. Причина? Причина? Битрикс не виноват. Есть более низкоуровневые протоколы, есть все-таки физика. Физика – это провода, это точки, это спутники, это океаны, это хостеры. И часто появляется такой эффект неожиданности. Как же так? Вот же он у меня, вот работал 0,03, а тут он работает 0,03. Но это все, конечно, надо считать. И есть всякие, скажем так, обходные пути. Я знаю, у нас даже настраивали TCP-настройки, делали другие, чтобы окна были побольше, чтобы как можно больше в эти окна влезали HTML. То есть это уже такие идут настройки. Ну не знаю, самое простое – это быть намного, как можно ближе к этой точке, где находится ваш сайт. Тогда вы будете, скажем так, получать более адекватные цифры. Но их надо считать. Чтобы считать, у нас есть сейчас вот такой вариант – это использовать счетчик для Google-аналитики. То есть вставляя такой счетчик, мы создаем различные события с композитом, возвращалась страничка или без композита. И Google-аналитика и Яндекс.Метрика они умеют считать на основе информации в браузере. Браузер считает, когда, во сколько, скажем так, был получен запрос, во сколько он получен ответ, во сколько была принята вся информация, во сколько была отрендерена страница. То есть он эту всю информацию в себе имеет и он запоминает это в метрику и аналитику. И там дальше можно на графиках реально посмотреть, насколько быстро исполняются композитные страницы, насколько быстро исполняются некомпозитные страницы. Можно небольшой комментарий дам? Мы в маркетинге использовали лозунг «Ускоряем в сто раз». Это все прочитали, но никто не прочитал, что ускоряем. Отклик ускоряем. Мы тут со Степаном Овчинниковым очень долго спорили. Он говорит, ну тут вы, конечно, соврали в сто раз, но в пятнадцать раз вы ускоряете. Я говорю, что ты меряешь, Степан? Он говорит, ну я сижу на таймвебе, меряю из Волгограда, в пятнадцать раз у меня ускорилось. Я говорю, ну понимаешь, мы не можем отвечать за этот участок. Действительно, перешли на композит. Вот как бы кажется немножко сложновато звучит, но на самом деле это очень небольшая цена за то, чтобы получить реально скорость отклика как статику. Перешли, функционал сохранили. И вот в этот момент все вдруг, как Юр правильно говорит, а где ускорение? Оказывается иногда, что хостер, на котором вы стоите, может быть сильно перегружен канал. И потом вдруг, начиная следить за скоростью отображения сайтом, видит, что да, сайт статически отдал композит, но он передается медленно. Потом вдруг видит, что и картинки медленно, и JavaScript медленно. И вдруг начинают задавать другие вопросы. И вот в момент, когда все понимают, Битрикс уже не может тормозить, все начинают проверять физику процесса. И тогда пошел и DNS, и закруженность канала у хостера, и скорость отклика. Вот это, конечно факторы, которые теперь всплывают и становятся важными. А до этого можно было смело свалить. Битрикс тормозит, и все. И в этом как бы нет проблемы. А когда сейчас ты видишь, что 0-0-3, или как статика, значит, что-то другое должно тормозить. Теперь можно смело, у нас все работает. От нас пуля вылетела. Давайте коротко. Я еще не закончил. Но давайте дождемся. Только Юр, чуть побыстрее. Я последние два слайда. Давай. На самом деле вопросы часто бывают, где кэш и как его удалять. Кэш находится либо в ммкэште, либо в папочке, которую я сказал, Bittrex HTML pages. Можно ее просто так удалить, но там есть на самом деле счетчики, которые потом будут говорить, что кэш переполнен. Поэтому удалять его лучше правильно. Удалять его можно либо командой, которая поддерживает даже срок длительный, скажем так, кэш, он будет удалять устаревшие кэши. И можно удалять через стандартную форму очистка файлов кэша. То есть имеет вообще, то есть имеет смысл удалять его, вот если что-то изменилось, вы, допустим, логотип поменяли в названии шаблоне сайта. Тогда, чтобы не ждать, пока этот процесс, он все равно обновится когда-нибудь, он обновится, но это будет как бы медленно, страница за страницей. Чтобы не ждать, можно очистить его все, и все будет хорошо. Ну и в целом про планы. Мы знаем сейчас проблемы, которые возникают при переводе сайта или при разработке сайта. Основная проблема это, скажем так, неудобство, неюзабельность отладки. И поэтому в ближайших планах мы хотим более-менее это дело визуализировать и упростить. Я в докладе про 15-ю версию упомяну еще раз. Есть определенный напряг и сложность с настройкой NGINX, потому что он нетривиально настраивается, и мы не можем эту настройку взять и включить куда-то там в форум, потому что он зависит от тех настроек, которые вы вводили в настройки композита. То есть мы его можем только как бы создавать. И еще у нас в планах делать персонализированный кэш, но об этом тоже подробнее чуть позже. Ну, это ссылочки где-то почитать. У нас достаточно много информации на сайте, есть вебинары, все живет. И ответственным сегодня является Антон Герасимюк. Фотография вот этого вот человека с такой стрижкой, панка, да. Это как раз тот человек, который за все это отвечает. Он приличнее выглядит в жизни, а так на самом деле отец двух детей, и все нормально. Спасибо большое, Юр. Давайте вопросы кратко. Максим, переключайся пока, времени уже нет. Вопросик такой, Алексей Новиков. Вот здоровская технология, в общем, крутая реклама. В мае в начале мы сразу взяли проект, сдали экзамены, радостно взяли проект, и до сих пор не можем получить по нему оплату, потому что то одно не работает, то другое. То есть сначала русский домен не работал, то есть по англоязычному работал, а по русскому нет. Сейчас в понедельник вышло обновление, где эта ошибка исправлена с русским доменом. Но сейчас другая проблема. Сейчас там компонент, допустим, page navigation, раньше он голосовал за композиты, все работало, а с этим обновлением он стал голосовать против, и вот программист уже неделю сидит, и он не может сделать, чтобы он голосовал за, то есть просто директивы вот эти, которые вы показали на слайде, они игнорятся как-то. И вот реально не можем за неделю уже разобраться. Это вот первый вопрос, а второй вопрос, сейчас клиент уже боится, говорит, так у меня в следующем обновлении опять композит перестанет где-то работать. Второй вопрос такой, да? Ну, вопросы об одном и том же. Эта проблема скрылась буквально недавно, возникла, ну, классически, да, мы, исправляя одну ошибку, сделали другую. Вот, но та вторая ошибка, она более, ну, идеологически, то есть что мы исправляли? Мы делали так, что если шаблон голосует против, да, он всегда голосует против, то, ну, мы как бы, страничка по сути оставалась без кэша. Но есть помимо нашего, то есть помимо композитного кэша, есть кэши компонентов. И когда выше лежащий компонент вообще не исполнял ниже лежащий, то мы как бы закрывали то, что его голос там я против, я против, мы его говорили спокойно, ты у нас HTML уже. Вот. Мы эту ситуацию исправили. Теперь, то есть если он снизу кричал, что он против, мы это дело доводим до самой страницы. То есть, ну, вот тем самым мы обнажили проблему, что теперь они все там внизу против кричат. То есть ответ на ваш вопрос. И до них не дотянуться. Еще неделька-две мы все стабилизируем и не будет проблем. И сейчас вот конкретно на Mac'е в браузере Chrome не работает. То есть на всех остальных на винде, на Mac'е в браузерах нормально. У вас там кук запомнен. Чистили куки, отключали экстеншены, переставляли Chrome. И причем только в русском Chrome, в английском Chrome работает, в русском Chrome нет. Выглядит как мистика. Юра, наверное, поспрашивайте после этого. Давайте еще один вопрос. О, кстати, какой хак придумали. Вопрос еще вот один. Давайте. Юра, вопрос из онлайна. Как заставить работать веб-аналитику в включенном композите? Так она будет работать. Она сама будет работать. То есть композит это обеспечит? уже включена. Но она не выключается. Мы выполняем страницу, как будто композита нет. То есть все блоки, там счетчики, баннеры, все выполняют. Вопрос такой. У вас компоненты голосуют за, шаблоны компонентов голосуют против. Нет конкретной логики для комплексных компонентов. У них есть шаблоны комплексного компонента, которые запускают потом простые компоненты. Нужно ли их размечать дополнительно? Например, элемент PHP, лист PHP. Я вот говорю, пока есть некая идеологическая несогласованность с этим всем, что эти умолчания, кто за что голосует, мы еще раз пересмотрим это и, видимо, придем к какому-то другому. То есть что-то тут надо в основе, в корне порешать будет. Ты ответишь и сразу перейдешь к своему докладу. Давайте поблагодарим. Пока, Юру.